Спонсор выпуска канал Радио Блок Фулл, автор канала Виктор, периодически выкладывает интересные ролики по радиоэлектронике, затрагивая полезные и актуальные темы. На канале увидишь множество самоделок, конструкции блоков питания, усилителей мощности, обучающие видео, также распаковки интересных посылок, связанные с электроникой. А ссылка, как всегда, по аннотации и в описании ролика. Приветствую всех зрителей канала. Очередной интересный ознакомительный проект, связанный с высоким напряжением. Поэтому устраивайтесь поудобней. В ходе ролика соберем одну очень познавательную конструкцию, ионофон или поющую дугу. Возможно, многим это название ни о чем не говорит, но такие игрушки довольно популярны среди начинающих радиолюбителей. Мы привыкли к тому, что звук должен воспроизводиться с громкоговорителей или динамиков. Ионофон же позволит воспроизводить тот же звук, используя ионизированный поток или же высоковольтную дугу. И прямо сейчас вы услышите, как звучит музыка, которая образуется в высоковольтной дуге. Заинтересованы? Тогда погнали! На самом же деле, конструкция такой интересной игрушки довольно проста. Состоит из генератора в лице микросхемы NE555, силовой части в лице мощного N-канального полевого транзистора и высоковольтного трансформатора от строчной развертки советского телевизора. Начнем с генератора. Кстати, печатная плата и схема находятся по первой ссылке в описании. Микросхема NE555 работает в качестве генератора прямоугольных импульсов с возможностью аудиомодуляции. Имеется возможность регулировки частоты в пределах от 6 до 48 кГц с помощью подстроечного резистора, который имеется на плате. Звуковой сигнал подается на пятый вывод микросхемы или вывод контроля через разделительный конденсатор. Позволяет это управлять длительностью выходных импульсов. Выход микросхемы 555 нагружен полевым транзистором, который в свою очередь раскачивает высоковольтный трансформатор. Полевой транзистор обязательно устанавливается на радиатор. Подойдут полевые транзисторы с током от 20 Ампер и с расчетным напряжением выше 40 Вольт. Желательно взять полевики на 100 Вольт. Использовать можно доступные ИРФЗ44, 46, 48, ИРФ3205 и им подобные. Можно и высоковольтные. А теперь перейдем к строчному трансформатору. В моем варианте это ТВС110ПЦ15. Первым делом на свободную часть сердечника мотаем 12 витков изолированным миллиметровым проводом. В принципе диаметр провода может быть от 0,7 до 1,5-2 миллиметров. Потом нужно найти выход высоковольтной обмотки строчного трансформатора. Как правило, эта обмотка с самым большим сопротивлением. Мультиметр в этом деле поможет. Либо можно скачать документацию в интернете, где все подробно показано. В случае аналогичных строчных трансформаторов, один из выводов высоковольтной обмотки находится прямо на катушке. Второй снизу. Определить его очень легко, поскольку к нему подключен провод в изоляции. Далее подключаем два изолированных провода к контактам высоковольтной обмотки. Длина отрезков около 15-20 сантиметров. Потом собираем плату и подключаем к ней строчный трансформатор. В качестве источника питания сойдет любой блок питания с напряжением от 5 вольт и с током от 2 ампер. Для наиболее эффективной работы схемы нужен источник питания с напряжением 10-12 вольт и с током 2 ампера и выше. Можно питать и анафоны от аккумуляторов. Звуковой сигнал подается от любого плеера, планшета или мобильного телефона, используя штатный разъем для наушников. Ну а теперь наслаждаемся зрелищем. Дуга не просто звучит, но и меняет форму. Это особенно заметно при низких частотах. Что ж, собирайте на здоровье, но не забывайте о мерах безопасности. И конечно же большой палец вверх, если ролик понравился, и поделись им с другом в соцсетях. На этом я прощаюсь. А с вами как всегда был Касьян Ака. И до новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok